В интернете гуляет много различных статей и видео о копировании советскими инженерами немецких военных разработок в годы Великой Отечественной войны. А вот про обратную ситуацию, когда немцы заимствовали удачные решения советских конструкторов, говорят мало, хотя таких случаев хватает. Конкретно сегодня мы с вами рассмотрим три таких заимствования. До 1943 года немцам не удавалось разработать нормальную полуавтоматическую винтовку. Была никуда не годная Гевер 41, а позже появилась полностью автоматическая Гевер 42. Неплохая, но она разрабатывалась для десантных подразделений и была слишком дорогой для массового вооружения армии. В 1943 году появилась удачная Гевер 43, которая создавалась на базе 41 модели, но копировала газоотводную систему и затворную группу советской СВТ-40. Наклонная броня и ходовая часть танков. В 1942 году по настоянию генерала Гудериана была создана инженерная комиссия для изучения советской бронетехники. В результате немецкие конструкторы пришли к выводу, что наклонная броня советских машин по защитным характеристикам превосходит немецкую прямую. Кроме того, была вынуждена заимствована идея использования широких гусениц и катков большого диаметра. Ранее немецкие танки могли похвастаться большим количеством малых катков и узкими гусеницами, благодаря которым танки могут двигаться быстрее по ровной местности, но терял проходимости. Эти выводы были учтены при разработке танков «Пандера» и «Тигр-2». «Панзер-Ягер-Канона-36» или сокращенно «Пак-36» — это 76-мм германская противотанковая пушка, изготавливалась путем глубокой модернизации трофейных советских пушек F-22, захваченных в большом количестве в начальный период вторжения в Советский Союз. В 1941 году немецкая армия столкнулась с недостаточной эффективностью имеющихся противотанковых средств против танков Т-34 и КВ. Естественным выходом было принятие на вооружение новой, более мощной противотанковой пушки Пак-40. Однако производство этого орудия еще надо было наладить, а армия настоятельно требовала новых орудий немедленно. Немецким инженерам удалось найти нетрадиционное, но эффективное решение. В 1941-1942 годах немецкие войска захватили значительное количество, примерно 1300 штук советских 76-мм дивизионных пушек образца 1936 года, а ниже F-22. Орудие имело большой запас прочности, однако его использование как противотанкового было затруднено. В конце 1941 года немецкими инженерами был разработан проект модернизации оружия с целью превращения его в противотанковую пушку. В 1942 году советская реактивная система залпового огня БМ-8-24 послужила прототипом для создания аналогичной системы в германской армии. Верховное главнокомандование Вермахта отдало приказ о детальном изучении конструкции советских ракет и создании аналогичной системы. Характеристики ракеты были сходны с М-8, но точность стрельбы благодаря вращению, сообщаемому стабилизаторами, установленными под углом к корпусу снаряда, была выше, чем у советского образца, хотя ниже, чем у немецких турбореактивных мин. Подверглась изменениям и конструкция головной части ракеты. Электрический запал был вынесен на один из ведущих поисков, что благоприятно отразилось на надежности ракеты. В целом немецкая копия реактивной системы оказалась более удачной, чем ее советский прототип. На сегодня это все. Если вы знаете еще подобные заимствования армии Вермахта у Советского Союза, то обязательно напишите их в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok